Доброе утро, коллеги! Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара 1С ВМС на складах электротехнической продукции. Ведущими вебинара выступят я, Дарина Стагней, менеджер по работе с клиентами, и Егор Переверзев, ведущий консультант ВМС. Сейчас пару слов расскажу вам о нашей компании Axelot, кто мы, чем мы занимаемся. Потом будут результаты проекта автоматизации склада на компании Phoenix Contact Rus, предпосылки автоматизации, ход проекта, его особенности и также результаты. Основной сферой нашей деятельности является автоматизация предприятий, в части как складской, транспортной логистики, так и в части корпоративных решений. Мы находимся на эти рынке уже более 18 лет. В нашем штате около 330 квалифицированных сотрудников. Наши офисы расположены в пяти городах – Москва, Иркутск, Киров, Санкт-Петербург, Ижевск. Также есть представительства в Казахстане. Мы оказываем широкий спектр услуг при реализации наших проектов – от проведения логистического консалтинга до послепроектного сопровождения. За время нашего сотрудничества с фирмой 1С мы разработали не одно программное решение, которое имеет статус 1С совместно. Об одном из таких решений сегодня пойдет речь – это 1С ВМС – логистика управления складом. Также мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем реализовывать свои собственные решения, такие как Аксилот ТМС управления транспортом и перевозками, Аксилот управления запасами и закупками, Аксилот RFID инвентаризация управления имуществом, Аксилот RFID розница, Аксилот RFID сервер. Также наше собственное программное решение – это Аксилот Датарион ЕСБ. Это сервисная шина данных – продукт, разработанный нами для интеграции нескольких систем заказчика. Именно с ее помощью был настроен обмен в компании Phoenix Contact Rus. В нашем штате есть выделенные консультанты, архитекторы и разработчики. У нас большой опыт построения высоконагруженных систем, проведения отраслевых экспертиз, опыт управления сводными и территориально распределенными командами. Центр нашей технической поддержки работает 24 часа 7 дней в неделю. Итак, а теперь более подробно о разработке и внедрении автоматизированной системы управления складом компании Phoenix Contact Rus. Я передаю слово своему коллеге Егору. Добрый день, коллеги. Я являюсь консультантом ВМС компании Аксилот и расскажу вам об особенностях реализации проекта автоматизации склада компании Phoenix Contact Rus. Компания Phoenix Contact Rus является дочерним предприятием немецкой Phoenix Contact Group. Специализация компании – это компоненты для электротехники и электроники, а также системы промышленной автоматизации. На момент старта проекта на складе использовалось адресное хранение. Управлял складом модуль корпоративной информационной системы. Он реализовывал функционалы работы по бумажной технологии. Модуль в процессе эксплуатации постоянно дорабатывался, но потенциал его модификации в определенный момент был исчерпан. В силу специфики товара, точность отбора по бумажной технологии была достаточно низкая. Это приводило к большому количеству возвратов. В результате были выделены основные цели проекта. В первую очередь это получение адекватного инструмента для решения задач складского хранения, возможность гибкой настройки процессов, а также их масштабирования. Второй важной задачей стало сокращение количества ошибок при сборке заказов и таким образом уменьшение количества рекламаций. И, наконец, была необходимость возможно оперативно контролировать действия складских сотрудников, а также иметь возможность по их мотивации. Автоматизированный склад располагается в Новой Москве. Он имеет небольшую площадь, порядка 3000 квадратных метров. На складе используются разнообразные системы хранения. Большую часть занимают полочные стеллажи, есть гравитационные и фронтальные. Помимо стеллажей установлены две вертикальные лифтовые системы Cardex. Их наличием, собственно, и обусловлена небольшая площадь склада. Более подробно о них я расскажу позднее. Складской персонал представлен 12 линейными сотрудниками в смену, двумя операторами и двумя менеджерами по логистике. На складе обрабатывается и хранится порядка 2500 активных СКЮ. По каталогам их представлено более 8500. Что касается обработки документов поступления и отгрузки, то в одном поступлении в среднем около 700 строк. Такие поступления приходят раз в 2-3 дня и также обрабатываются в течение нескольких дней. Для отгрузки в день собирается от 70 до 90 заказов в среднем по 20 строк в документе. Начиная говорить непосредственно про автоматизацию, начнем с рассмотрения особенностей учета номенклатуры. На складе нет мерного товара, весь товар штучный. С точки зрения грузообработки, это в основном мелкий и средний тип. Есть исключение, это группа длинномеров, разнообразные рейки длиной до 2 метров. Так как товар мелкий и средний, для его обработки используется транспортная единица, так называемый бинбокс. Это пластиковый ящик размером 45 на 60 и высотой 25 см. Он имеет заводскую маркировку. В таких контейнерах товар поступает на склад, хранится и отбирается. Таким образом обрабатывается порядка 80% СКЮ. Если говорить про специфичный СКЮ, то это дженерик и заказная маркировка. Дженерик представляет собой товар с измененными характеристиками, изготовленный под конкретного клиента. Например, есть номенклатурная позиция, блок питания. По каталогу у него напряжение 90 Вольт. Для клиента сделали блок питания с напряжением 110. Причем упаковка, ее штрих-код и даже внешний вид корпуса при этом не изменяются. Для такой номенклатуры используется протеонный учет. Товар принимается на конкретную партию, которая генерируется в корпоративной системе. Для идентификации товара при приемке из корпоративной системы печатаются листы с информацией об артикуле, его месте в поставке, партии и количестве. Отгружается такое товар тоже с указанием конкретной партии и при отборе партия контролируется. На складе есть номенклатура, для которой ведется учет по срокам годности. Ее немного, к ней относятся, например, к картриджам. Также есть серийный учет, он используется для принтеров. Это необходимо для выполнения гарантийных обязательств, чтобы можно было отследить, какой организации, какой товар был отгружен. Еще используется дополнительная обработка перед помещением хранения. При приемке в коробку с принтером необходимо вложить гарантийный талон, который поступает на склад отдельно. А теперь давайте перейдем к рассмотрению входящего потока. Как я уже говорил, поставки достаточно большие и разбираются несколько дней. При этом требуется контроль, план-факт. Для такого контроля в МС с корпоративной системы передается информация о грузовых местах, поступающих на склад и их составе. В результате в процессе приемки сотрудник на ТСД получает предупреждение о расхождениях, что повышает точность приемки. Часть товара при приемке подлежит обязательной маркировке. Это как раз дженерики и заказная маркировка. Без использования маркировки физически такой товар на складе от стокового отличить невозможно. Также производится периодическая маркировка. Маркируются отдельные позиции. Например, компоненты с заводов часто имеют штрих-код на упаковке, отличный от представленного в каталоге. Как было сказано ранее, товар в основной массе обрабатывается в специализированных пластиковых контейнерах. Для эффективного процесса размещения такого товара заказчик закупил тележки, которые вмещают 12 таких контейнеров и свободно проходят в проезды полочных стеллажей. Сама тележка и места на ней промаркированы. Контейнера с принятым товаром фиксируются в ячейках этой тележки. После того, как тележка наполнена, для размещения сотрудник с терминалом сбора данных сканирует тележку и получает все задачи на размещение контейнеров с нее. Такой функционал несколько отличается от стандартного, и в этих целях система была доработана. Далее перейдем к особенностям исходящего потока. Склад оборудован разнообразными системами хранения. Вследствие этого используются различные механизмы отбора. В гравитационных и фронтальных стеллажах это позаказный отбор, кластерный отбор используется для полочного хранения, и также есть отбор с использованием световых модулей из шкафов Cardex. На складе обрабатываются длинномеры. При их упаковке формируются различные по габаритам грузовые места. Для того, чтобы передать корректные данные транспортной компании о таких местах, был реализован функционал, который позволяет кладовщику вводить фактические размеры по каждому негабаритному месту. Для клиентов компания предоставляет различные виды доставки. Процесс обработки каждого вида имеет свои особенности. Понятно, что нельзя смешивать заказы с различными типами доставки, например, самовывоз и экспресс-доставку. Также каждый из видов имеет свои особенности. В частности, для экспресс-заказов требуется отдельное грузовое место, которое будет содержать конверт с документами. Соответственно, до внедрения в МС сотрудникам требовалось держать эти моменты в голове, то теперь за этот функционал отвечает ВМС. Также остановлюсь отдельно на маркировке и печати сопроводительной документации. После того, как сотрудник завершает упаковку короба, для него автоматически печатается этикетка и упаковочный лист. Этикетка содержит информацию о грузополучателе, адресе доставки, заказе, номере и штрих-коде контейнера. Она клеится снаружи. Упаковочный лист, в свою очередь, содержит информацию о составе короба и вкладывается в него. Когда заказ готов к отгрузке, печатается реестр. Он содержит информацию о грузовых местах и их составе по всему заказу. Он передается отдельно с сопроводительной документацией. Вообще, отличительной особенностью данного проекта является интеграция с оборудованием Cardex. Если говорить в общем, то это автоматизированная система хранения вертикального типа. Она представляет собой высотную конструкцию, состоящую из модулей. Все товары находятся внутри шкафа на специальных полках. С помощью электродвигателя система автоматически доставляет эти поддоны с хранимым товаром к окну доступа. То есть, по сути, реализует принцип товар к человеку. К основным преимуществам такого решения относится экономия пространства на складе и высокая скорость доступа к товару. Конфигурация оборудования на нашем складе была следующая. Это две вертикальные лифтовые системы Cardex Shuttle XP500. В каждой из систем было установлено по 65 поддонов. И для отбора использовался буфер с 10 световыми модулями немецкой компании KBS. В рамках реализованной концепции управления оборудованием становлюсь на следующих моментах. Размещение товара в шкафы, а также внутренние операции, например, инвентаризация, выполняются с помощью терминала сбора данных. Для выполнения отбора, как я говорил, используется буфер со световыми модулями. Технология отбора представляет собой вариацию кластерного отбора. Для его реализации мы разработали специальное рабочее место оператора отбора Cardex. И важной особенностью управления шкафами Cardex является то, что они у нас работают параллельно при выполнении складских операций. Подведу промежуточный итог и остановлюсь на основных фишках нашего проекта. В первую очередь был реализован специфичный функционал работы с оборудованием при размещении и отборе. Это работа с тележками. Вторым важным моментом является разработка модуля интеграции с оборудованием Cardex и световыми модулями. Также была разработана интеграция с сервисом транспортной компании, которая позволила автоматически передавать информацию о высокогабаритных характеристиках грузовых мест, отправляемых заказом. Раньше эта информация обрабатывалась менеджерами по логистике, создавался Excel-файл по шаблону и загружался в личный кабинет по веб-интерфейсу. Процесс этот был трудоемкий и содержал большое количество ошибок. Коротко остановлюсь на интеграции. Взаимодействие между корпоративной системой и WMS реализовано посредством нашего решения ESB-шиноданных. Если говорить про интеграцию с оборудованием, то сервер приложения 1С и оборудованный Cardex работает напрямую по HTTP протоколу. А вот для взаимодействия со световыми модулями нам пришлось использовать наш сервис X-Slot Messaging Gateway. Теперь о сложностях, которые возникли при реализации данного проекта. Все они связаны с интеграцией с оборудованием. Товар, который хранится в шкафах Cardex, является высокооборачиваемым. Соответственно, работа с оборудованием высокоинтенсивная и не прекращается в течение всего рабочего дня. И получить доступ к оборудованию для тестирования, не останавливая склад, было проблематично. Приходилось тестировать его в обвиненные перерывы, приезжая до и после начала работы склада. И вторым значительным моментом стало отсутствие актуальной документации к оборудованию. Предоставленная поставщиками оборудованию документация была неполной. Вот характерный эпизод. Когда мы тестировали работу с двух модулей, мы попытались запустить пример из документации. И выяснилось, что с этой конкретной моделью данный код не работает. Теперь скажу о том, что получилось в результате. До начала проекта адресным хранением управляла корпоративная система. За работу с Cardex отвечало отдельное решение ППГ, которое было интегрировано с корпоративной системой. Данные о грузовых местах для транспортной компании готовились вручную. В результате внедрения все эти элементы складского процесса были объединены в единый контур. Процессы стали сквозными и контролируемыми. После внедрения в МС изменилась технология сборки заказов. Используется ТСД и штрихкодирование товара. В результате чего возросло качество сборки и снизилось количество возвратов. Помимо этого, у руководства появилась информация о количественных и качественных показателях выполнения операций сотрудниками склада. В результате чего возросла эффективность персонала. Это основные моменты, на которых я хотел остановиться. Рассказывая про наш проект... Коллеги, если у Вас остались какие-либо вопросы, Вы всегда сможете позвонить нам по телефону 495-961-2609 или прислать запрос на e-mail omsobachka-axelot.ru Еще раз напоминаем, что материалы данного вебинара Вы можете найти на сайте учебного центра Axelot и на канале Axelot на YouTube. Всем спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok